Всем добрый день, в общем-то. Снимаем сегодня распаковочку небольшую, но видим, что здесь у нас есть сертификаты. Соответственно, сертификаты на несколько разных ножей. И я думаю, что вы понимаете немножко, что у нас, соответственно, будет. А, кстати говоря, тут не на всё... А, нет, на всё, по идее, да? Да, ну, как на всё? Не на всё, что есть в посылке, всё-таки, да, но на все ножи, по идее, которые есть в посылке, пришли сертификатики. Сертификатики, это хорошо, но просто вздек их требует, в принципе, оно как бы и логично, и понятно. Давайте посмотрим, что же у нас здесь получается. Всё очень компактное, небольшое по, соответственно, весу. Слушайте, вот там ещё у нас лежит. О, хорошо, тут надо не потерять. Так, ладно, это убираем. Слушайте, опинельчики, маленькие брелочки опинель. Никогда у меня их раньше не было, опинели бывали у меня далеко не раз. И я решил всё-таки, что брелочек опинель это прикольно. Да, это очень интересно. И я решил попробовать, что это такое, в принципе, как бы, да, сложить своё впечатление. Слушайте, замка нет. Замка, я вот здесь не ожидал, что не будет замка. Тогда он, получается, исключительно для открытия каких-то упаковок. Ну, такая сувенирная, скорее, да, продукция. Но, почему бы и нет, в принципе, вот такой вот опинельчик. И здесь, здесь у нас тоже замка нет? Слушайте, я впервые вижу опинель без замка. Все опинели, которые у меня бывали ранее, они бывали всё-таки с замками. Здесь у нас Made in France, всё как положено. Понятно, что это французские ножи. Классный дизайн, такой же опинельский. Выглядит очень прикольно, но отсутствие замка, даже на маленьких таких, не знаю. Ну, может быть, в принципе, брелочку и не нужно. Но мне бы, наверное, всё-таки хотелось бы видеть. Здесь у нас кое-что от Worksharp. Видите, да? Уже, наверное, и здесь у нас кое-что от Worksharp. Тоже, я вижу, уже есть. Но ещё и у нас здесь должны быть Одиманти и, соответственно, Firebird. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Запаковано, в принципе, вполне себе достойно. Смотрим, что у нас здесь за штучки, за корючки. Так. Смотрим. Значит, здесь у нас ленты. Да, у меня есть Worksharp. Worksharp я пользуюсь периодически, потому что иногда надо заточить что-то, слушайте, в такой большой коробке. Такие маленькие ленты. Во-первых, я решил попробовать ленты, особенно вот эти вот кайфовые, должны быть. Очень надеюсь по зернистости. По своей, да? Ну, посмотрим, соответственно. Так, так, так. И как? И вот так? Вот так? Есть тут две. Или сколько тут лент? Две вроде бы. Да, в общем, очень-очень мелкозернистые. Я уже, честно говоря, боюсь вас обмануть. Какая тут зернистость? Полторы тысячи, да, получается. И не вижу, и не вижу, сколько здесь. Еще полторы тысячи? Да нет, у одного полторы, а у другого-то не полторы. Ладно, я, честно говоря, когда заказывал, я уже просто подзабыл, сколько. Надо будет посмотреть на сайте. Я вам ссылочку оставлю. Короче говоря, я решил более мелкозернистые взять, соответственно. И решил еще взять то, что расходится. Но я отдельно это покажу в видео, что у меня расходится, почему, в общем-то, мне ленты понадобились, и какие из них самые востребованные. Будете на будущее знать. Вот, соответственно, на своем опыте я вам покажу, что использую. Да, и ленты, соответственно, тоже мелкие. Короче говоря, вот все вот это вот мелкозернистое, оно у меня довольно быстро идет в расход, потому что грубые, в общем-то, не так много приходится обдирать ножи грубыми лентами. Поэтому, короче говоря, попробуем, попользуемся. Расскажу вам более подробно. Ленты решил сейчас взять. Пока еще они по нормальной стоимости были, по крайней мере, на момент. В общем-то, всего этого выхода. Надеюсь, что вам тоже покажу, что все это будет еще по нормальному курсу. Вот. И, думаю, могут пропасть с продажи. Нужно, нужно иметь, потому что точить в Worksharp'ом периодически удобно. А, вот 6000 грит, смотрите, здесь у нас получается. Final 6 штук, 6000 грит. Вот эти, не помню, сколько тысяч грит. Ладно, разберемся. Короче говоря, в Worksharp'ом точить все равно придется. Вот, периодически это удобно, потому что, когда нужно побольше, так вот, ну, понятно, что ручная заточка чуть более качественная. Иногда нужно много, быстро, вот, в угоду тому, чтобы сэкономить время и силы. Поэтому пользуюсь, реально пользуюсь периодически. Вопросов тут нет. Значит, Adimanti. Adimanti у нас бывал уже на канале, но сейчас у нас получается вот такая вот версия. В Титане, насколько я помню, да, получается, так, смотрю сам, да, мимо камеры. Здесь у нас, ну, как-то, как будто бы какая-то доля миллиметра правее. Вот, ну, так, в принципе, ничего. И, соответственно, у нас здесь S35, насколько я помню. Да, у нас здесь не формат S35VN, Skimming Design. Я вам, в принципе, говорил, что нож получился вполне себе приличный сам по себе. Мне было интересно попробовать S35. Здесь как будто бы немножечко, как будто бы вогнутые спуски. Такое впечатление слегка, да, вот по внешнему виду. Скорее всего, так и есть. Все это более детально рассмотрю. И, соответственно, вам тоже покажу, расскажу. S35, отличный ход подшипников. Ну, более дорогая версия. Давайте подумаем, посмотрим, насколько она, ну, скажем так, актуальна на сегодняшний день. Вот. И, соответственно, по сравнению с тем, что мы еще можем взять всякие другие ножи с S35 и так далее. И вот еще нож. Тоже обзоры планируются. Кстати говоря, переходите на Telegram канал, переходите на Яндекс.Дзен. Что-то Яндекс.Дзен там выделывается долго, пока все это притормаживает. Не знаю. Ну, должен, я думаю, заработать Яндекс.Дзен. Вот. И, соответственно, Telegram. Если что, перейдем. Если вдруг с YouTube будут какие-то сложности, там тоже сможем посмотреть. Ну, или VPN-ка. И на YouTube тоже видео, я надеюсь, что будут. Вот. Просто, если что, в общем-то, не теряйтесь. Здесь у нас все четко по центру. Клипса, ну, почти максимальной посадки. Тимлячное отверстие. Смотрим на ножичек. Тоже такого ножа у меня раньше не было. От Firebird. Ссылочку оставляю в описании к видеоролику. FH923. Составлю D2. Ну, смотрится, мне кажется, что зачетно. То есть, я, в принципе, люблю такие дизайны какие-то интересные. Есть что-то такое персидское, да, в нем упор очень серьезный. В принципе, прикольная новинка. Причем, кстати говоря, есть очень разные цвета по рукоятям. Там, по-моему, яркие есть и оранжевые цветы. Я просто что-то оранжевое уже совсем уж как-то приелся. Думаю, я думаю, взять что-нибудь вот такое по цвету. Вот. Какая-то такая распаковочка. Понятно, что здесь у нас, ну, все такое вот-вот-вот-вот. Вот, Апинельчики, Адиманти, Фарбёрд. Но это то, чем пользуешься, то, что реально нужно. Поэтому рекомендую вам обратить тоже свое внимание. Пока все это еще есть в продаже. Пока на все это еще пока адекватные ценники. Кстати говоря, промокод GVG4 я оставлю в описании к видеоролику. Если что, пользуетесь. Ну, или так, в принципе, по названию канала. Попробуйте. Там на много что он работает. По-моему, на Фарбёрд и на Адиманти. Вот на Варшарп я не уверен точно. Надо будет посмотреть, короче говоря. Но промокод по большей части работает. То есть, по крайней мере, вот с этими брендами у меня была договоренность. И ее продлевали, этот промокод. То же самое с PhoenixRush.ru, допустим. PhoenixUACOM. То есть, вот эти вот все сайты, которые ссылочки оставляю в описании к видеоролику. Если что, пробуйте промокод. Если не работает, просите у менеджера скидочку по промокоду. Вот. Как подписчика моего канала. Я думаю, что предоставит. Но, по крайней мере, местами промокод работает. Реально там по 5-10% скидку дает. Что, на мой взгляд, реально приятно. И почему бы и нет. Так что, всем огромной удачи. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok